Добро пожаловать в гости! С вами Валентина. Праздничная тема пошив костюма Дед Морозов. У меня паркерная ткань, она 350 рублей метр, высота 2,80. И для пошива костюма нам понадобится буквально полтора метра в ширину этой ткани. Очень даже выгодно. Прежде чем шить, какая у вас будет отделка, вы решите. И желательно в горячей воде постирать, окрашивается ваша ткань или нет. Потому что вы же будете комбинировать с белой тканью. Это покупной дешевый костюм, который как бы красивый, но для дома самое оно. Но если куда-то выходить на мероприятие, то это слишком дешевко, поэтому мы будем более дорогой костюм шить. Выкройку я взяла с этого костюма. Выкроила нужные детали. Это два переда, две полочки. Смотрите, из картона я от руки нарисовала рисунок. И вырезала. Картон такой тоненький, не толстый. Смотрите, можно сделать на газете, на целлофане. Даже взять плотный картон, если вы будете это делать постоянно. И смотрите, я располагаю, как у меня будет смотреться рисунок. Так как у нас зеркальное отображение, то когда вы сводите этот рисунок, то одну часть вы делаете вот так, а потом вы переворачиваете. И у вас как раз будет симметрично все. Мех нынче очень дорогой, да еще стирать с ним тоже неудобно будет. У меня портьерная ткань тоже хорошая, переливается. Я ее проклеила флизелином и нанесла рисунок. Также в зеркальном изображении. Сейчас я отрезаю вот так полоску и прохожусь зигзагом. Ничего, контур не вырезая. Если у вас действительно плотная ткань, она не сыпется, вы можете вырезать по контуру, да, основной рисунок, и уже пришивать, но на свою вещь. Также обрабатывая край зигзагом по ходу. Сам рисунок я вводила ручкой. Можете чем-нибудь таким непрозрачным, но это будет все вырезаться. На костюме Снегурочка я вырезала все вот эти завитушки детали и по ходу я прошивала два раза зигзагом. Ну, а в этот раз я решил попробовать так, как будет лучше. Я прошлась по контуру зигзагом и прям рядом со строчкой вырезала. Если вы даже заденете нитку, ничего страшного, потом же вы еще раз будете прошивать. И вот так получается. Если вы сразу вырежете рисунок и уже по вырезанному пройдетесь без основной ткани, по контуру здесь прошлись вы на зигзаге, то у вас, когда вы прошиваете, может быть ткань где-то тянутся, и у вас рисунок получится неровный. Конечно, это все зависит от ткани. Не хочу рисковать, поэтому делаю лишнюю работу. Когда я прошивала зигзагом, у меня нет очень-очень частой строчки. Я ставлю на ноль, но все равно она у меня не совсем частая. Разместила рисунок, чтобы он не деформировался. Если у вас есть паутинка, вы можете в некоторых местах подклеить паутинку утюгом. Желательно это делать через какую-нибудь ткань, потому что некоторая ткань боится утюга. Здесь у меня по этому краю будет проходить белая отделка, поэтому я отступила от края примерно 6 сантиметров. Здесь где-то сантиметр уйдет на шов, и часть я оставила. Возможно, я пущу какую-нибудь тесьму. И теперь фиксирую все булавками и прохожусь зигзагом. Чтобы более красиво смотрелся ваш рисунок, вы можете взять какую-нибудь нить, рюликс какого-нибудь другого цвета, блестючий. Рисунок зафиксировала булавками. Если у вас простой рисунок, да, проходитесь по контуру, закрепляете все. Если надо, делайте декоративную строчку. Можно отделать сутажом, шнуром подходящим. А есть еще такая идея. Вот такая пряжа есть плюш. Она есть вот такая тоненькая. В чем-то у меня руки. Непонятно в чем. И есть вот такая пышная, добротная, хорошая. Вы вставляете ее в лапку, в отверстие, и на зигзаге прошиваете вот так по контуру. Я еще не решила, что я буду делать. Если буду с пряжей делать, то возьму все-таки желтоватый цвет. Хотя в планах у меня было сделать сутажевую отделку. В серебряном тоне. Я еще раз прошлась по контуру на зигзаге. Решила сделать декоративную строчку на свободном ходу. Цвет бирюзовый. Все-таки это более будет интересное, чем просто белые завитушки. На вторую полочку разместила рисунок. Размещала так, чтобы все вот эти сантиметры, они соответствовали. Чтобы он был на одном уровне. Также зафиксировала булавками и также прошиваю. В своем рисунке делаю декоративную строчку. Лапку взяла для свободного хода. И теперь просто шью. В некоторых местах приходится проходить несколько раз. Тем самым получается более жирная строчка. И она более красивее смотрится. Редактор субтитров А.Семкин субтитров А.Семкин субтитров А.Семкин Вашивальный это вышивальный. А когда вы берете обыкновенную хлопковую СССРовскую нить, допустим в шпульку, а наверх берете полиэстер, то у вас строчка будет абсолютно некрасивая. И вот именно могут вылезать вот такие вот погрешности. Нить что в шпульке, что в катушке желательно должна быть одного качества. Все мои машинки настроены на простой пошивочный шов. И когда я перехожу на свободный ход, я ничего больше не подтягиваю, не регулирую. Я просто меняю лапку, убираю транспортер и все, и просто шью. Я не могу сказать, что у меня всегда все идеально и гладко все получается. У меня также иногда влезают и петли, и иногда даже рвет нить. Если такое случается, не надо нервничать. Просто сядьте, расслабьтесь, перезаправьте заново свою машинку и со спокойной душой начинайте дальше шить. На просторах Ютуба очень много каналов, кто именно учит декоративные строчки. Вот зайдите, посмотрите. И поучитесь у них этой ловкости, этой красоте. Вот так выглядит лапка для свободного хода. Она с колечком. Я вовнутрь вставила эту нитку, слегка протащила ее. Начиная делать отделку, у меня слегка хвостик вытащен. Я прям делаю закрепку. И на зигзаге, на крупном, я иду по контуру. Так как нить вставлена в свою лапку, и при пришивании она у вас никуда не убежит. Игла ее по-любому захватит. При повороте вам нужно остановиться. Игла должна опущена быть в ткань, развернуть ткань и поехали дальше. Когда вы полностью прошли по всему рисунку, и у вас встречаются два хвостика, вы хвостик один накладываете на другой и просто прошиваете вперед и назад, делая закрепку. Лично я у мастериц не видела такой техники, чтобы шить пряжей. Это как-то у меня года полтора назад появилась идея попробовать пряжи так вышивать. У меня есть и жилет, еще какие-то изделия, где я вышивала пряжей. Может быть, я просто не видела ни у кого такой техники. Но я додумалась до нее сама. Девчонки-рукодельницы мои, когда вы шьете пряжи, не пугайтесь, не бойтесь. Единственное, когда вы шьете зигзагом, она немножечко делает сборочку. Вы слегка растягиваете свою ткань. Опять же, готовые изделия я пробовала отпаривать через утюг, через мокрую марлю. Причем эта пряжа, она не деформируется, не приплюсывается. Она остается внешний вид вот такой лохматенький, как и есть. Но пряжа, как и производители, бывает вся разная. Прежде чем отпаривать через утюг, вы попробуйте на каком-нибудь образце. Вот видите, встречаются два хвостика. Я отрезаю нить, ее по рисунку заправляю и просто на машинке прошиваю туда и обратно, делая закрепочку. Напишите в комментариях, что вы думаете по такому шутю и как вам мой костюм. Вся красота пришита. Осталось только отутюжить хорошенько и приступать к подкладке. Это перед, передняя сторона, но полностью все не помещается. Вот такая картинка получилась. Но плечики, смотрите, я сделала тоже с тесьмой, с отделкой и с белой пряжей. Вот такие рукава у меня получились. Сделала отделку. Здесь отступило, наверное, 8 сантиметров. Он, рукав достаточно широкий. Я буду делать складки. И вот еще один костюм. Я параллельно шью два костюма. Здесь отделка другая. А на втором костюме рукава у меня немного другие. У меня нет. Здесь по центру рисунка я сделала вот такие цветы, но лепесточки из пряжи. И продолжение своей работы я буду вам показывать просто на двух костюмах. Но принцип будет понятен. Вот смотрите, у меня широкий длинный низ на рукаве. Я буду закладывать складки. Я нашла центр. Вот у меня центр. Он у меня 50 сантиметров. Манжет будет 30 сантиметров. Я нашла центр. Сделала пометку. Отступила по 5 сантиметров три раза. И закладываю складку. Одну сюда, встречная будет. Встречную складку заложила. Эти 5 сантиметров, они будут пустые. У меня здесь две пометки. Вот эту дальнюю беру и складываю вот на эту пометку. Все. И так же я делаю с этой стороны. И низ рукава по ширине получился 30 сантиметров. Буду отделывать белой тканью. Я ее проклеила флизелином. Пришиваю лицо к лицу. Пропускаю строчку. И оставляю вот такую пока прямую. А как рукава у нас помечена середина. Центр. Пропускаем примерно 0,5-0,7 миллиметров от края крупную строчку. Закрепки не делаем. Нитки вот эти вот оставляем. Берем нитку. Это я говорю, кто не знает. И вот берем за один хвостик и вот так немножечко делаем сборочку. Складочку. Но делаем так, чтобы потом у нас вот таких сильных заломов не было. Чтоб она у нас лежала. Вот слегка. Вы когда прошьете, и у вас вот этот окат рукава ляжет хорошо, ровно. Чтоб у вас не было всяких неровностей. И вы подгоняете под свою пройму с одной стороны и с другой. Вот когда рукав прошьется, вот этот окат будет лежать ровно. Подкладочную ткань выкраиваем. Так же, как все ваши детали. Только по длине на полтора-два сантиметра длиннее, чем рукава, задняя часть и передняя часть. На одном костюме спинку я сделала так же с отделкой. Но, чтоб отделка была, она чтоб совпадала с передней полочкой. Когда я прошью, у меня здесь будет все ровно. Видите? Когда у нас все подготовлено, мы сшиваем свое изделие. Начинаем с плечевых швов. Я проложила строчку и прошла северлоком. Вот мой рукав. Один я уже наметала. Точнее, зафиксировала булавками, посадила его как надо. Все легло. Вот мой манжет. Вот так это выглядит с манжетом. Когда будет пришиваться подкладка, то вот этот внутренний шов он будет у меня единый. Подкладка отшивается отдельно. В тонкости пошива ударяться не буду. Расскажу про основные черты, как шить. И вот смотрите, это подкладочная ткань. Когда шьют пиджаки, в основном закладывают по спинке складку. Когда вы руками вперед вот так сжимаете их, ведете вперед, то подкладка может рваться. Наверх немножечко прибавляете там 2-3 сантиметра. Пропускаете сантиметров 7-5 строчку. Все. Не забывайте делать закрепки. И я пускаю, так как хлипкая ткань, я пропускаю, делаю обтачку. Обтачка выкраивается просто. Вы берете заднюю часть или переднюю, смотрите, как кусочек ткани. Вот вы прикладываете. Все. У вас совпадает. Сразу же пришила я вешалку. Хотя такие вещи вешают на плечике, но я сделала вешалку. Вот здесь я пропустила крупную строчку. Также я чуть-чуть потянула за нитку. И при пришивании у меня вот этот необработанный край, он у меня сразу вот так подвернется. не надо ничего, не обметывать, ничего. Он у меня ляжет хорошо. И вот здесь по краю мы пускаем строчку. Она пройдет вот так. И желательно сразу пришить кверху горловины, чтобы у вас ничего не деформировалось. И потом уже все сажаем на пиджак, на пальто. А вот такой у меня будет пояс. Он будет двухсторонний. Это по спинке. Я пустила декоративные всякие штучки. 55 сантиметров. Чисто будет по спинке. Остальной пояс идет наперед, будет завязываться. Вот эта красота там абсолютно не нужна. Единственное, можно украсить низ пояса. Так как у меня не хватило на целый пояс красной ткани, я его сделала двухцветной. Я просто нарастила. А обратную сторону я сделаю наверное белый или также скомбинирую с красным. Пояс, борта, манжета, воротник, смотря какая ткань проклеивается флизелином. Но так как у меня парьерная ткань, она плотная, я решила ее не проклеивать. Вот именно пришиваем пуговицы. Я говорю о тонкостях как пришить пуговицы. Вот вы разметили все. Если ваши пуговицы со сквозными отверстиями или вот с таким отверстием, то желательно ставить спичку. И вы пришиваете через спичку. Если ваши пуговицы на ножке, то никаких спичек не надо. Вы пришивали через спичку. И теперь делаем закрепку. Ну закрепку вы знаете как делать. вытащить спичку. Вот он ваш один узелок затянули. Второй узелок затянули. И теперь как мы делаем просто отрезаем нитку. Но нет. Мы берем иголку и вводим вовнутрь изделия. Но так чтобы она здесь у нас не выходила. Протаскиваем и вот здесь отрезаем. Все ваши нитки по-любому не будут торчать. Когда мы пришиваем пуговицы нитка конечно в цвет. Она не бросается в глаза. Но неприятно когда хвостики какие-нибудь торчат. И еще все изделия разные с пуговицами. Если вы не уверены в своей ткани вы при застегивании можете вырвать то на обратную сторону пришиваете маленькую пуговичку с двумя петельками. Но как правило это делают на натуральный мех на кожу. Но можно и сюда пришить. И тогда вы будете точно уверены что при застегивании ваша пуговица не вырвется с корнем. Вот так выглядят пуговицы под планкой. Когда это все в застегнутом виде планка одна. посмотрите все ровно располагается пуговица не видно. Техническое отверстие зашила необработанный край вовнутрь убрала и просто проложила строчку. Так выглядит если что можно распороть залезть вовнутрь и посмотреть в каждом изделии что в том что в том у меня по два кармана. Карманы Дед Морозу тоже нужны. Положить тот же телефон или складывать гонорары. Все снегурочку унести то не может. Вот смотрите что у меня получилось. Костюмы делятся на несколько категорий эконом люкс премиум вип к какому костюму категории точнее мои костюмы относятся я не знаю шиты они действительно с любовью с интересом продумывала каждые мелочи и старалась воплотить в жизнь. Они как бы два одинаковых но они также и разные разный рисунок разный размер горловина на одном слева шалька а на втором стойка да и рисунок на рукавах совершенно разный вот видите и хочу сказать почему у нас нет традиции такой мы всегда ждем от деда мороза от снегурочки подарки почему мы не дарим им подарки почему наши дети не нарисуют ту же открытку не сделают какой-то презентик собственными руками какую-нибудь поделку ведь дед морозу и снегурочки тоже будет интересно получить подарки а это я шила костюм снегурочки бархат стрейч тоже сделан с аппликацией стразики пришила но видео я не снимала все-таки мне не понравилось шить эту ткань бархат стрейч воплощаешь не то что хочется он тянется деформируется с ним очень проблематично хотя очень красиво смотрится к этому костюму идет пояс белый также шапочка в этом костюме прорезные петельки пуговицы я заказала на вэлберсе как увидела сразу заказала мне очень понравились они такие блестючие подходит как раз в цвет и я приклеила стразики в этом изделии отделка вот эта красота это флис плотный флис он тоже различается чем хорош флис его не надо обметывать прошили по краю он не крошится ну и так же пустила декоративную строчку низ тоже флис отделала тесьмой этот костюм тоже у меня на подкладочке пишите в своих комментариях понравились ли мои работы вот дед морозовских я только начинаю этот путь если вы захотите купить такой костюм то пишите вообще они есть у меня уже на авито в этот комплект идет шапка кушак мешок и рукавицы на этом все с вами была Валентина вы заходите обязательно в гости пишите комментарии если вы хотите помочь кандалу я оставлю ссылку в описании по видео я вас всех люблю целую обнимаю и с новым годом желаю вам всего самого наилучшего самое главное здоровья пока пока мои хорошие субтитры